что друзья всем привет меня зовут филипп кузьменко в интернете меня можно найти под ником доктор фил я там всякие штуки про здоровье рассказываю и пытаясь так скажем экономить людям время деньги изберечь при этом здоровье рад что вот мы собрались в таком нашем клубе скорее всего так или иначе раз вы пришли на эту лекцию какие-то определенные проблемы есть то есть возможно не могу не буду утверждать но мало ли и так вообще на самом деле если мы говорим о зависимостях то нужно понять одну простую вещь зависимость это болезнь цивилизации потому что раньше зависимости на самом деле большому счету у людей никогда не было для того чтобы вам было проще понимать что вообще к чему я предлагаю вам сыграть небольшую игру и представить себя неким господом богом то есть ну понятно что если просто расскажу только зависимость вы как бы да окей но сейчас я постараюсь сделать так чтобы вы именно поняли откуда так сказать ноги растут у данной проблемы и так играем да значит вы некий создатель да перед вами есть вот android который ну по большому счету является человеком у него есть все базовые функции в плане там сердцебиение дыхание пищеварение все работает отлично но он вот тут он стоит прошит вам нужно как-то его заставить что-то делать если здесь есть программисты они наверное уже как бы у них зашевелились извилины они уже думают как какую строчку кода написать вариантов на самом деле масса можно но ваша задача основная задача запрограммировать этого андроида таким образом чтобы он выжил на этой планете больше ничего по большому счету не надо можно конечно делать это что называется вручную писать код там каждую команду типа иди сюда возьми там палку сруби дерево построить дом там поймай животные убеги от хищника и так далее ну сами понимаете да программист он как бы пытается всегда решить задачу максимально просто чтобы это ну чтобы так сказать пойти заниматься своими делами пока программа сделает всю основную работу за него как вы думаете какую строчку коды сюда стоит написать ладно не буду вас мучить конец рабочего дня на самом деле все достаточно гениально и просто наша задача чтобы это существо выживало соответственно он должен выполнять какую-то работу которая поможет ему соответственно выжить и при этом что-то должен получать взамен таким образом мы создаем в нашем головном мозге такую достаточно простую причем пропал гружал достаточно простую и соответственно гениальную конструкцию как систему вознаграждения то есть человек за свои действия получает гормоны удовольствия то есть нейромедиаторы какие-то из них можно назвать гормоны какие-то нет но не важно короче некие вещества которые задействуют и активируют центры которые делают нам хорошо и таким образом вы можете пойти что за это заниматься своими делами а это существо которое вы создали она будет выживать потому что выполняя какую-то полезную работу для того чтобы соответственно продлить свое существование бренной на этой планете он будет получать эти самые гормоны счастья и удовольствия то есть наша задача выполнена более того можно подкрепить эту скажем систему неким таким алгоритмом который поможет человеку запоминать хорошие и правильные действия то есть например вы убежали от тигра используя там ну какие-то особенности рельефа то есть там научились забирать залезать быстро на дерево или или там не знаю поняли что тигра не очень любит плавать в этом сразу стали бежать в реку если он за вами гонится и таким образом вы начинаете запоминать вот эти вот полезные действия которые помогли вам выжить и за счет которых вы получили гормоны счастья то же самое касается абсолютно всего что так или иначе помогает человеку выживать то есть нас эволюция на самом деле заточена на одну простую вещь человек любой ценой нас так создали и вообще всех на самом деле любой ценой должен передать свои гены больше ничего не интересует тут все остальное неважно для того чтобы передать гены надо как бы вырасти желательно чтобы вас как бы не съели пока вы растете нужно питаться нужно где-то греться нужно очень много всяких банальных вещей нужно делать чтобы выживать и соответственно все вот это вот требует того чтобы вы запоминали наиболее удачные итерации наиболее удачные действия ну и как бы вот мы добавляем к нашей такой стройной системы систему памяти который помогает нам запоминать но проблема в том что как бы все эти механизмы они на самом деле для всех справедливы то есть мы такие думаем да кайфово вот на такой человек но все эволюционировали на нашей планете и абсолютно у всех одна и та же программа выживать если у тигров есть там зубы если там не знаю слонов есть хобот человека есть руки и мозг то есть ну какие то есть преимущества то есть на нашей планете еще такие достаточно хитрые существа которые называются растения в них ничего этого нет но они также хотят выживать и они стали изощряться и в ходе эволюции придумывать различные способы как бы им защититься от соответственно хищников и или насекомых или травоядных и так далее и такой врана ну такой способ защиты был найден он называется токсины растения научились вырабатывать токсины а так как на нашей планете по большому счету количество деталей ограничено как в лего то эти токсины таким образом устроены что действует на те центры которые отвечают за получение приятных эмоций например морфин например никотин например кофеин большое количество вот таких классических наркотиков это на самом деле токсины растений как вы наверное могли заметить что если ну какая-нибудь букашка съест табачное растение листья табачного растения с ней случится судороги потому что никотин по своему строению очень похож на ацетилхолин который находится да практически во всех во всех нервных окончаниях очень во многих так сказать и соответственно активирует большое количество действий но если человек каким-то образом поезд никотин из-за своих размеров из-за своего но все-таки отличной анатомии то у него это вызовет совершенно другие действия то есть например никотин действует на те рецепторы которые находятся в головном мозге и тем самым обладает неким таким стабилизирующим действием морфин действует напрямую на он очень по своему ну составу похож на эндорфины на самом деле эндорфины это эндогенные морфины то есть по большому счету у нас они есть своя не вызывают чувство эйфории чувство ну вам прям хорошо и обычно как раз таки они вырабатываются когда вы вместе там с дофамином серотонином когда вы выполняете какую-то полезную работу но введя эти вещества внутривенно вы как бы хакаете систему то есть внезапно мозг получает такое огромное количество кайфа если можно так сказать при этом не затратив никакой работы но мозг этого не понимает то есть ему абсолютно по барабану то есть бы неважно мне главное получить мои законные эндорфины дофамины то есть как вы этого сделали ну неважно на самом деле можно подумать что вот насколько мы не продуманы на самом деле не совсем так потому что в природе вообще существует защита от дураков то есть чтобы такого не было тут мы возвращаемся к тому что зависимость это все-таки болезнь цивилизации вы когда не встречали что называет так вот кстати как это все происходит то есть по идее вы должны сделать вот эту вот большую работу да а вы напрямую хакаете систему получаете то что нужно при этом никакой полезной работы не сделали вы когда-нибудь видели ну скажем так обдолбанных животных это на самом деле большая редкость по той простой причине что обычно такое бывает иногда такое может действительно случиться но в природе есть защита дураков который называется борьба за выживание если существо будет под кайфом его просто съедят более того у животных также в тайных существует специальные механизмы когда они видят что сородич ну не знаю там слон который объезд от табачных листьев каким-то образом и будет кайфовать они как только он начнет вести себя странно они его прогонят из стада и скорее всего вне стаи из стаи да не стада из стаи скорее всего он погибнет но смотрите это город это все равно цивилизация идея такая что в дикой природе где вы постоянно боретесь за выживание такое просто невозможно или вас съедят и таким образом в принципе животные они ну в какой-то степени защищены от такой вот простой вещи как зависимость причем интересен тот факт что например вот есть обезьянки но они похожи на людей по поводкам во многом и ну когда там стали строится отели в различных таких экзотических странах обезьянки стали проникать в эти отели и воровать оттуда алкоголь и пить и в целом примерно две трети действительно тоже спивается с учетом того что им в принципе там не нужно добывать бананы не нужно прятаться от тигров и так далее то есть все есть в отеля действительно происходит та же самая система все то есть если мы искусственно создадим в пробирке условия для того чтобы у животного возникла зависимость она тоже возникнет таким образом на самом-то деле зависимость это обратная сторона наших естественных процессов которые в целом должны способствовать нашему выживанию такой вот вопрос вот ну многие наверное вот мы все берем будет про зависимость определение до сих пор я не сказал на самом деле как вы думаете что такое зависимость если ну вот конкретно вот четко что такое зависимость то есть 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 что если вы перестали это делать что происходит да вы ощущаете дискомфорт в медицине это называется синдром отмены то есть развитие каких-то депрессивных развития психологических каких-то вот последствий если у вас отобрать то что вы привыкли держать в руках там бутылку сигарету кто-то может что-то потяжелее любит вот если от вас это отнять и вам будет от этого грустно и плохо значит эта зависимость то есть зависимость характеризуется синдромом отмены если он есть тогда она сформировалась если отмены нет именно поэтому например людям как ну вот мы живем социуме я очень надеюсь что вы все зожники но так или иначе мы выпиваем многие ну так или иначе и а считается например что если вам нравится это состояние то пить нельзя а если вам она вы к нему равнодушны то вам можно так что имейте ввиду ну смотрите в любом случае если вам спокойно живется без этого то у вас скорее всего зависимости нет если у вас это как бы отнять вы пойдете дальше найдете себе другие способы повысить себе легально повысить так сказать удовольствие токлю более того интересен тот факт что в цивилизации сформировалась даже психологическая зависимость то что вообще сложно себе представить но обычно как бы зависим сформируется когда у нас на физиологическом уровне поступает вещество по химическому составу сходно с теми гормонами которые вызывают у нас радость простите и ну как бы понятно да вот они попадают вы к ним привыкаете мозг привыкает он такой да хорошо давай еще еще тут у как бы их отнимает и соответственно такое алё товарищ а ну-ка давай мне еще и начинает вас заставлять выполнить одну и ту же итерацию чтобы продолжая нет мне нравится тоже как будто бы выполняешь какую-то офигенно сложную и полезную работу чтобы мы выживали он так он как бы замкнут в этот центр удовольствия прилежащее ядро но замкнут в мозге она не знает откуда им он попал получил этот дофамин горфины ну это него неважно наверное у тебя все хорошо или бы мы умрем так вот а у нас даже существует психологическая зависимость от например компьютерных игр от азартных игр то есть человек вообще научился получать удовольствие да еще только не научился сложно представить себе сейчас что ну то есть от чего нельзя получить удовольствие и папа и свалиться в зависимость даже вот казалось бы многие думают вот игры плохо да там зависимости есть люди которые зависим от экстремальных видов спорта и многие такие ну как-то экстрим экстрим это это же это хорошо активный активная жизнь там прыжки спорожить нет на самом деле это по большому счету тоже зависимость человек постоянно ставит себя в условия которые могут закончиться плохо мозг предвидит такую картину выбрасывает эндорфины для того чтобы если это закончится плохо у эндорфинов есть помимо всего прочего эффект обезболивания ну то есть если вы там в стенку в мажетесь вам будет не так больно и люди как раз вот это вот вот это состояние они ищут и его как раз таки не ловит а что касается когда вот например на морфине человека сидит что называется здесь вообще история очень печальная потому что морфин как я уже сказал по своему химическому составу очень похож на эндогенный эндорфин и соответственно попадая в наш мозг он находится там в количествах которые просто тысячи раз больше чем естественно то есть именно поэтому даже одна доза может просто сломать вам весь рецептурный аппарат и вы то станете инвалидом на всю жизнь поэтому с этими вещами нужно быть крайне осторожными то есть грубо говоря у вас рецепторы вот так там по-моему следующий слой вот это межсинаптическая щель ну как бы короче мозг это нервные клетки до нервные клетки они похожи на дендрит о господи на на такое существо вот ну на самом деле на руку похоже то есть вот есть тело есть такие отростки есть большой аксон аксон это дендриты ветки аксону отростки вернее тогда аксон такой длинный длинный большой отросток он там перед ну короче вот они вот так вот все переплетены их там огромное количество больше чем в млечном пути звезд и а вот эти контакты вот где они соединяются друг с другом называется синапсы и в этих синапсах вырабатываются медиаторы то есть это некие вещества ну вот те о которых мы в том числе и говорили там серотонин эндорфин дофамин и так далее и вот как бы вы видите вот эти вот желтенькие это вот какой-то нейромедиатор выработался вот его там вот встречают рецепторы к этому медиатору их определенное количество и медиаторов определенное количество и если туда влить огромное количество медиатора то рецепторы просто ну такие типа алё ну наверное нам так много нас тут так много не нужен тут ок этого вещества завались и они начинаются клетка начинает искусственно понижать свою чувствительность к этому нейромедиатору что в свою роде приводит тому что вам нужно все больше и больше и больше и больше здесь еще есть такой интересный момент как генетическая предрасположенность дело в том что мы на самом деле думаем что многие на самом деле до сих пор не верят в эволюцию хотя ну как бы именно ей там и всей нашей жизни обязаны но эволюция это та еще как бы стерва на как я уже говорил ранее ее абсолютно не интересует качество вашей жизни и интересует только тот факт передали ли вы гена как именно это неважно но если раньше передать свои гены дальше было достаточно тяжело ну сами понимаете там 200 тысяч лет назад условия существования на земле мягко говоря отличались от тех что сейчас и там каждый день человек рисковал вот этот процесс эволюционного он продолжался и забавно то что мы эволюции у него всего один инструмент эта мутация она постоянно скрещивает постоянно там происходят какие-то ошибки некоторые ошибки если они удачные и тоже как бы не ошибка то они закрепляются в популяции соответственно этой то есть тут у нас так по идее мозг был появился ну то есть кора больших полушарий очень сильно развилась в отличие от наших сородичей это оказалось очень круто очень правильно у нас шерсть пропала потому что человеку приходилось ковыряться в тушах мамонта там и соответственно вот это вот вся грязь легко смывалась в отличие от того что если была шерсть то все вот эти вот штуки они на самом деле происходит благодаря мутации и огромному количеству времени то есть время для эволюции то есть у нас там сто лет это волос как много там это вообще это копейки там миллионы лет должны быть на планете 4 миллиарда лет просто вдумайтесь в это вот и соответственно если вы считаете что у человека зависимость потому что он слаб то вы не правы часто бывает то что вот эта самая эволюция сыграла с ним злую шутку из-за того что идут постоянные вот эти итерации постоянные мутации знаете как карта сдают постоянно там вдруг хорошая придет рука знаете как в покере может быть придет плохая вот люди у которых формируется зависимость у любого на самом деле она конечно же может сформироваться но есть те которые более предрасположены вот те кто более предрасположен получили что называется на руку не очень хорошие карты на примере например вот двух самых распространенных наркотиков которые абсолютно легально и на самом деле достаточно смертоносны по поводу вот сигарет многие курят и есть вот скорее всего точно у кого-то есть знакомый который там 20-30 лет курил а потом взял бросил и все это а если у вас это не получается или у вашего другом горит ну слушай у меня аж получилось значит у тебя воли просто нет и слабовольный ты слабак на самом деле это не так дело в том что у нас головной мозг окутан так называемый дима так называемым гематоэнцефалическим барьером то есть это такое вот устройство которое не пропускает в него всякую гадость и забавно то что у некоторых людей он настроен таким образом что он вообще не пропускает никотин то есть человек курит но никотин в мозг к нему не попадает ему становится хорошо но только психологически он просто думать что ему стало хорошо как эффект плацебо а есть люди у которых попадает очень даже свободно и встраивается в центры которые чувствительны к ацетилхолину а ацетилхолин он носит такое стабилизирующее действие именно поэтому курильщики любят покурить чтобы проснуться и покурить чтобы успокоиться и уснуть и вот если вам попадется человек у которого мозг настроен так что он легко пропускает ацетилхолин господи никотин и соответственно этот человек начнет бросаться бросать курить то он очень легко может потом через какое-то время начать и бросаться чем-нибудь других людей потому что у него происходит дестабилизация всего он не понимает что происходит и в этот момент нужно с ним быть очень осторожным по поводу алкоголя тоже интересная тема дело в том что алкоголь когда попадает к нам в кровь он подвергается воздействию двух ферментов это очень интересно сейчас может быть чуть-чуть будет сложно но когда вы поймете вы поймете почему вообще вот все так они они иначе почему у одних есть похмелья у других нет два фермента всего алкоголь дегидрогеназа ацета дегидрогеназа вот алкоголь дегидрогеназа она разрушает тот самый алкоголь и превращает его в уксусный альдегид вот этот уксусный альдегид он делает так что нам плохо то есть смотрите вы выпили алкоголь если у вас алкоголь дегидрогеназа работает плохо то вам длительное время становят ну вы как бы пьяный постоянно до тех пор пока все-таки она не справится с этим процессом и более того зачастую иногда людям достаточно выпить одной рюмки и они там все уже неадекватные но это уже особенности конечно психологического в том числе составляющей не суть а если у человека хорошо работает второй фермент то уксусный альдегид быстро разрушается в относительно безопасную уксусную кислоту и углекислый газ и выводится с почками так вот чем дольше у вас крови прибывает этот уксусный альдегид тем хуже вы себя чувствуете утром именно поэтому а это на самом деле ключевой момент в зависимости потому что если человек у него ферменты настроены таким образом что ему кайфово после того как он выпьет а утром он нет ничего не чувствует то шанс спится и стать зависимым от алкоголя у него гораздо выше чем у человека который там выпивает даже там свои 200 грамм а утром из-за того что у него плохо работает фермент который выводит уксусный альдегид он как бы вот в кавычках наслаждается последствием вот этого своего злоупотребления поэтому друзья если вам не повезло если вы думаете что вот он выпил ему хорошо я буду также пить возможно там натренирую себя то лучше не надо экспериментировать вообще это в какой-то степени механизм предохраняет вас от того чтобы не стать алкоголиком хронически ну ладно мы как бы все поговорили все на самом деле грустно у всех большинство людей сейчас так и так или иначе существует зависимость от какого-то вещества то есть ну чаще всего это действительно алкоголь и никотин я надеюсь здесь нет морфинистов заядлых потому что им то им или вот эти кто любит кокс понюхать кокс повышает тоже дофамин дофамин это гормон как сейчас говорят ожидание радости вот и соответственно тоже она вещь такая полезная еще и лсд может повысить его легально то есть на самом деле в этом смысле к сожалению каких-то вот веществ которые легально бы повышали у нас гормонов удовольствия их нету а если они есть то они все равно вызывают зависимость например вот когда появился морфин тоже было очень круто морфин на самом деле это вещество которое использовалось как обезболивающее и когда были войны людям приходилось делать ампутации там уколишь морфин делаешь ампутацию все хорошо всем по красоте только с единственной две недели так поделаешь потом человек становится жестким морфинистом люди стали ковырять чесать репу думать что с этим делать и стали экспериментировать и короче придумали такое вещество которое по идее должно было обладать гораздо более сильным эффектом но при этом не развивать зависимость но они жестко обломались на что это вещество называется героин изначально его использовали для лечения как раз таки людей у которых была зависимость от морфина короче к сожалению здесь да поэтому призываю вас никогда не пробовать эти вещи повторюсь они могут сломать весь ваш рецептурный аппарат и вы как бы всю жизнь будете грустным грубо говоря у вас рецепторы не будут ловить тот самый эндогенный морфин эндорфин более того мы говорили же о психологической зависимости я забыл упомянуть что людей у которых таком виде проблемы там с морфином да или с героином у них еще и физиологическая зависимость формируется то есть когда они испытывают дефицит своего внутреннего нормально в нормальном состоянии который бы вырабатывался эндорфинов и дофаминов они ну вот по тому как они говорят что ощущение напоминает как будто с вас живьем снимают кожу или у вас там жгут огнем то есть врагу не пожелаешь вот поэтому давайте все-таки попробуем разобраться как в идеале нужно справляться с зависимостью если она так или иначе у вас возник самодиагностика понятно да синдром отмены значит если все-таки зависимость сформировалась существует много различных способов но вот я постарался выделить для вас такие семь по сути лайфхаков которые по большому счету могут вам помочь давайте перейдем во первых конечно же проблему надо осознать в том случае если вы считаете что у вас нет зависимости вы никогда от нее не избавитесь потому что человек который считает что это абсолютно нормально там пить до беспамятства и не слушать ничьих советов и даже если его изолировать от алкоголя даже если за ним следить вся его сущность будет нацелена на то чтобы каким-то образом улизнуть от вас каким-то образом достать вот этот вот заветную бутылку и соответственно ее благополучно испить вспоминайте почему он это сделал потому что его как бы мозг настроен на то что чувак это же самый эффективный способ получить внутренние гормоны радости ничего другого не нужен вот самый простой мы выпиваем мы не тратим энергию все очень круто как бы какая разница что мы там становимся отбросом общества поэтому если вот сейчас момент истинного это блин надо надо начать завтра бросать там курить или пить то соответственно добро пожаловать к нам в клуб второе вообще когда я говорю что легальных способов поднять внутренние гормоны удовольствия нет я немножко слукавил то есть они на самом деле есть но к сожалению это не медикаментозные способы если вы решили избавиться или там знакомый от зависимости то нужно попросить его буквальном смысле взять лист бумаги и написать то что обычно в обычных условиях приносило ему удовольствие выкинув оттуда вот то чего мы пытаемся избавиться и в тот момент когда у такого человека случается ну вот он все он не может у него начинать этот обсидент синдром там курильщик он должен доставать этот список открывать его и попробовать заняться каким-то из этим ну делают считается одним из самых хороших эффективных способов борьбы с любыми зависимости это спорт потому что спорта активирует субстанцию нигра и соответственно она как раз таки завязана дофамине и вот туда вот заталкивает короче говоря когда человек занимается спортом у него вырабатывается дофамин и он чувствует какой-то степени приход более того даже исследование было на этот счет проведено когда бегунов от которой марафоны бегают у них просто замеряли уровень до марафона и после того как они пробежали он реально повышался то есть спорт это один из тех вещей которые вам может очень сильно в этом помочь но только это не обязательно должен быть бег на самом деле любая физическая активность находите ту которая вам нравится которую от которой вы ловите такой кайф и соответственно если хотите избавиться от зависимости и именно ее используйте в случае если человек зависим от сигарет хорошо помогает заместительная терапия если никак не получается ее избавиться потому что на самом деле многие думают что вот никотин он такой вредный это вообще нет на самом деле никотин не такой вредный вредны продукты горения сигареты они гораздо вреднее чем сам никотин поэтому если вот ну не получается никак настолько у вас хорошо проникал настолько хорошо гематоэнцефалический барьер пропускал никотин что сформировалась очень чудовищная зависимость а это на самом деле не шутки то есть люди которые действительно вот так вот зависим у которых такой тяжелейший синдром отмены на стены хочется лезть когда они испытывают вот эти вот ощущения им хорошо помогают различные таблетки там жвачки пластырия короче то что содержит никотин внутри и он попадает вашу кровь обходным путем да это может помочь ну то есть это в плане именно курильщиков вот те самые электронные сигареты которые вы и потом да вот они же изначально это были придуманы как раз для того чтобы отказаться от настоящих то есть постепенно снижая уровень никотина таким образом можно выйти если там ну морфинист ну тут печалька но для этого все равно то есть существуют определенные препараты которые нарком наркологии используются для того чтобы человека снимать с зависимости от героина от морфина и так далее в том случае если ну там что-то не получается может помочь еще один следующий лайфхак дело в том что у нас есть такая штука как лимбическая система она очень древняя в нашем головном мозге и она отвечает за выживание как раз таки вот тот самый инстинкт выживания так вот на самом деле мозг он насколько умный настолько и глупый и в целом можно начать себе представлять негативные неприятные ассоциации от того наркотика на котором вы сидите грубо говоря для того чтобы мозг начал его опасаться то есть если вы никак не можете бросить пить то можно начать представлять каждый раз перед тем как там выпить бомжа который вот лежит там с бутылкой если вы курите можно представлять ракового больного который лежит с раком легким вот в таком вот ключе если это делать регулярно то можно создать мощную ассоциативную ассоциативную связь которая обычно формируется у вас как раз таки при зависимостях то есть помните да у нас же там есть система вознаграждения система памяти которые работают в тандеме то есть если вы себя вознаградили вы это запомнили и в следующий раз когда вам плохо вы тут же хотите как-то ну получить вот мне нужно мне нужно где-то взять гормоны удовольствия а где и тут из памяти только так вот помнишь мы там бухнули и сразу стало классно вот это сразу их их пусть зависимость вот эту систему можно перевернуть и каждый раз когда вы решили покурить сразу там прямо на телефон можно эту картинку поставить чтобы еще лучше визуализировать то есть что-то что вызывает неприятные ощущения за завязывать на этом а далее что еще может помочь на самом деле вот эта картинка она в корне неправильно ну я надеюсь этого человека нет зависимости но если она у него есть и он борется например зависимости от алкоголя то соответственно она неправильно потому что как как это ни странно как это не смешно но бороться с собой вредно для здоровья когда человек борется с соблазном он испы он тратит огромные ресурсы было исследование достаточно интересное я не помню точно где но короче брали детей там смотрели там от пяти лет где-то всякие данные с них снимали потихоньку потихоньку они сами по себе поделились на две группы в одной группе были там отличники там на секции ходили ну такие вот просто умнички да а второй были раздолбосы и где-то к возрасту там примерно 20 лет провели полное обследование организма так вот те кто был раздолбосом показали гораздо более высокие параметры общего здоровья то есть у них они в целом были ну так скажем более здоровы чем те которые постоянно боролись соблазнами за в погоне за там высокими оценками затем чтобы хвалили другой был интересный эксперимент когда взяли ученых посадили их тоже на две группы грубо говоря поделили вообще ученые очень любят длиться на две группы и сравнивать вот и одну половину заставили сидеть и просто вот не думать о белом медведе а вторая посидел просто через полчаса вот такой вот практике их попросили решать достаточно простые задачки та группа которая сидела и не думала о белом медведе она показала значительно хуже результат чем другая потому что вот когда вы о чем-то вот так не думать только не только не выпить только не только не покурить только не эта сигарета вы тратите очень большие ресурсы и для того чтобы вот этого не делать то проще всего и лучше всего научиться избегать тех ситуаций где вы можете начать с собой бороться потому что скорее всего в эту борьбу все равно проиграете это слишком древние системы которые у нас нам контролировать очень тяжело кора больших полушариев которые все наши основные процессы в которой в том числе завязаны центры по самоконтролю которые как бы сдерживают вас и благодаря которым как бы человек остается человеком они новые и так или иначе они ну не то чтобы подчиняются но они слабее так скажем древних участков которые отвечают за выживание а так как мы уже знаем почему зависимость в какой-то степени завязана именно на процессах выживания ну то есть мозг думать что он благодаря этому выживет бороться с этим очень сложно поэтому при борьбе с тем или иным соблазном лучше всего по технике нельзя не встречаться с ним то есть если вы знаете что вас коллеги на работе например вы бросаете курить вас коллеги на работе могут позвать в курилку и вы там будете курить не ходите с ними не надо стоять и смотрите себя соблазнять если вы знаете что на пышном застолье вы обязательно объедитесь потому что зависимость от еды это тоже зависимость как ни странно и более того она ничуть не слабее чем какие-то другие психологические зависимости потому что опять же все в нашем организме настроено было совершенно на другие условия когда еды не было и каждая лишняя калория когда-то это был еще один шанс то что вы выживете то есть вообще в принципе быть полным раньше это это неплохо у вас запасы ну конечно если вы совсем толстый вы тоже представляете для себя очень хорошую наживку для хищников ну то есть вот таким быть в теле это очень хорошо обратная сторона что когда еды становится слишком много человек начинает ее переедать потому что его никто не съедает и соответственно вот избегать на пышном застолье просто ну да я понимаю на день рождения на и не пойти ну там оскорбиться человек но можно прийти на день рождения и просто вот реально держаться от стола с угощениями подальше любым предлогом просто к нему не подходить если вы знаете что любите выпить и вас зовут в бар не идите в бар если боретесь с этим причем это очень важно именно на этапе борьбы это в конце скажу почему более того важно понимать что стресс любой стресс истощает ваши ресурсы по самоконтролю вообще любой стресс это на самом деле вещь которую тоже нужно избегать по факту по вред так сказать вредности он не уступает ну чуть ли не курению изначально стресс эта реакция которая она быстрая то есть вот вы допустим откуда вообще взялся зачем он придуман для того чтобы убежать от тигра для того чтобы догнать какую-то добычу или мамонта но это же не не длится там неделями да а вот когда человек у нас в нынешней обстановке пребывает в хроническом стрессе это становится крайне вредно потому что у него те механизмы которые направлены на то чтобы он убегал они работают но он при этом как бы неделями в таком состоянии это очень сильно истощает все более того это очень сильно и очень быстро истощает все ваши ресурсы по самоконтролю потому что опять же стресс он ну вот те ли те центры которые отвечают за то чтобы их как бы сдерживали себя тратится энергия а энергия она в принципе у нас ограничено когда ее становится мало мозг перераспределяет ее опять же на те самые древние участки которые отвечают за выживание и когда вы после изнурительного дня где на вас там может накричали где было такое очень ну ответственно тяжелое совещание вы долго готовились вот я после этой лекции ну такой знаете утомленный приходите вечером домой сдержаться очень тяжело потому что нужно любым способом поднять себе настроение после тяжелого рабочего дня самый простой способ это действительно бахнуть или покурить центры по самоконтролю не могут вас держать потому что они истощены поэтому друзья если вы собрались от чего-то избавляться лучше всего создать вокруг себя очень благоприятную обстановку неплохой совета делать это во время отпуска ну если у вас там дома если у вас дома так скажем хорошая обстановка потому что как-то я за советовал на человеку взять отпуска избавиться какой-то зависимости он говорит вы чё доктор меня домашние там сожрут не дают это покоя я на работе больше отдыхаю чем дома ну и последнее конечно же хорошо помогает поддержка то есть если вы в одиночку боретесь чем-то вам будет тяжелее если вы обратитесь какой-то нужно вот на самом деле многие знаете это повод для мемов там да здравствуйте там меня зовут такой-то я там алкоголик вот группы поддержки многие к ним относятся достаточно да вот видите зима очень смеется на самом-то деле они достаточно мудрые потому что когда вы находитесь в неком социуме у вас появляется некая ответственность перед впереди сидящим человеком когда человек остается на один один на один с собой сорваться всегда гораздо проще ну типа пошло оно все не берете там бутылку сигарету или гамбургер когда вы находитесь перед кем-то ну это сдерживает например почему люди зачастую которые даже может быть хорошо и знают многие упражнения хорошо занимается в зале на не ну на тренера да просто потому что без тренера они ходить не будут потому что тренер это некая зона ответственности и если я пришел с работы устал и не пойду на тренировку я сам себе это прощу то тренеру надо будет звонить и объяснять я сегодня не могла он еще начнет меня там троллить и так далее поэтому найти себе некую вот социальную группу или просто попросить друзей чтобы они вам помогали чтобы они вас не провоцировали ведь у нас же на самом деле это вот ведро с крабами знаете вот эту притчу что к ведро с крабами живыми там один вылезает а я вовсе назад тянут у нас это очень распространено человек начинает бороться с какой-то зависимости говорит ой да чё то тебя ничего не получится все забей тогда пойдем покурим то есть они его наоборот провоцируют ну как бы в шутку но зачастую это же потому что типа а чё ты умнее других все курят и мы покурим а ты уже там сотню раз бросал ничего у тебя не выйдет так что забей пойдем лучше с нами покурим пойдем там выпьем и так далее то есть если вы серьезно решите от чего-то избавиться то я настоятельно рекомендую заручиться поддержкой близких друзей и не гнушаться иногда им там позвонить даже если вот боитесь что можете сорваться позвоните сказать слушай вот поговори со мной а ну серьезно ничего в этом такого нет то есть это не это не смешно на самом деле то есть я пытаюсь вам ну так простой доступной форме объяснить на самом деле зависимость в 21 веке крайне распространены и это очень не смешно то есть да я понимаю что у нас во мной у многих это протекает некой такой латентной стадии когда в принципе ну то есть по вам не скажешь что у вас есть зависимость ну внешне нормальный человек на работу а приходит домой там бах утром встает с больной головой ну это состояние убивает доказано что курение это минус 10 лет жизни примерно столько же это алкоголь если его регулярно больших дозах употреблять безопасных дозы алкоголя нет допустимые дозы до алкоголя их никто не соблюдает допустимая доза алкоголя это максимум 1 2 алкогольные единицы то есть это две такие где-то 40 миллилитровые рюмки водки или там бутылка пива ну у нас же русский человек он какой где одна бутылка там и 2 это чё ты там давай еще и пошло поехало или сигарета то последний сигарета то есть на самом деле это все очень серьезно и кто его знает что будет дальше особенно сейчас людей напрягает на люди ученые переживать что будет ну то есть это мы говорили в основном про зависимости физиологические которые от веществ который попадает внутрь а есть же зависимости психологические которые которых раньше то по большому счету не было ну мне сложно себя представить там человека который там 300 лет назад папа папа подсел на театры то есть зависимость от театров сейчас у нас вот наши вот эти на то есть с одной стороны все эти гаджеты это очень круто это прям вау это доступ к информации с другой стороны мозг очень любопытен и получение новой информации это один из источников по сути пищи наравне с принципе там уже нет слайдов наравне с там ну со всем остальным и когда вы достаете телефон в эту информацию усваиваете гораздо проще чем если вы читаете книгу почему потому что сейчас ну как вот картинки instagram вконтакте фотографии фотографии визуально воспринимается значительно проще чем когда вы открываете книгу и формируете образ внутри себя у вас включается дефолт система так называемая и которая по большому счету как говорит доктор курпатов отвечает за мышление вот когда она длительное время не активируется она начинает пихоньку атрофироваться и ладно у вас у нас у всех мы все уже сформировались но самая опасность что будет с детьми потому что многие родители не задумываясь о физиологии дают своим детям эти смартфоны и соответственно они самого детства в них сидят а доказано что мозг когда вот как только вот он ребенок от глаза начинает на свою бобину записывать все подряд и вот вот он ходит ребенок вот это все ощупывают это все он записывает все эти тактильные ощущения записываются когда у него есть смартфон больше ничего не надо все ему дали телефон там какие-то картинки мелькают все ребенок не орет все довольны все хорошо а между тем есть критические моменты в которой мозг обязан получать определенные хорошие положительные эмоции и информацию он должен учиться читать и формировать образы в голове он должен брать эти мягкие игрушки и как бы их ощупывать он должен брать конструкторы собирать то есть это все этого всего а дети в большом достаточно количестве сейчас лишены потому что гораздо проще дать ему смартфон и забыть и сейчас есть тренд на развитие так называемый информацион и информационного слабоумия или как говорит доктор курбатов все в дебильности поэтому друзья будьте очень осторожны в этом смысле если у кого-то есть дети то считается что до 10 лет вообще никаких смартфонов только простая звонилка друзья по большому счету на этом все не хочу вас загружать все-таки уже поздно все устали я надеюсь вам стало более-менее понятно что зависимость это во-первых не смешно во вторых это абсолютно физиологично и в третьих что вы теперь примерно понимаете как с ними бороться и как не допускать их развития кстати говоря совет о том что не курил и не пробуй он очень очень правильный потому что кто его знает какими генами вас наградила природа и может быть у вас от одной сигареты сформируется очень сильная зависимость или от одной рюмки водки поэтому если где здесь кто-то есть сидит здесь и никогда не пил не курил во-первых не пейте не курите и вот все те кто пытаются вас напоить сразу вот их запрещать им это дело последнее забыл сказать если кто-то решил избавиться от зависимости на это уйдет время недели две три месяц и вот в этот период ни в коем случае нельзя давать слабину потому что одна сигарета одна рюмка откатят все рецепторы на исходный уровень который был и соответственно вам придется бороться с ней заново то есть вам нужно грубо говоря набить стрик из дней когда вы вот полностью сухой считается что 21 день типа вот привычка формируется 21 день 21 день она и от от откатывается но это как бы все индивидуально так скажем все друзья на этом все спасибо за внимание если что вы можете подписываться